Девушки отдыхают Я практически ничего не проходил, просто настраивал игру. Кстати, вот мои настройки. Поиграть я решил на геймпаде, посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, ребята, поехали. Это будет страшно. Да, и читать я постараюсь всё, чтобы было интереснее проходить. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь! Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Мессив, можно смело назвать адом на земле. Уф, уже жутко. Его главная задача – докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно, так что остаётся только бежать, прятаться или погибнуть. Да, завязочка прикольная. Ну а теперь давайте погрузимся в эту атмосферу. Салазар, комиссар департамента сельского хозяйства, заявил, что погодные изменения связаны с разведением скота, а также рекомендовал фермерам и животноводам на выходных посетить семинар на Белла-Авеню в Пуэбло. Кроме того, если сегодня вечером вы соберётесь прогуляться, то сможете наблюдать вертолёты, низколетающие над Сильверторном и чем-то там ещё. Похоже, сотрудники парка Арабхо собрались расплятаться против насекомых-вредителей. Сложное слово. Да. Ожидаемо радио пропадает рядом с Маунт Мессив. Эйсилун. Уф, вот и она, психиатрическая лечебница. Что ж тебя потянуло-то туда? Репортерышка. Не страшно тебе одному ночью? Ещё и ночью, в темноте. Так. А это, походу, документы. 17 сентября 2013 года. Тема, совет, незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерков. Что ж, думаю прочитать. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник, постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении психиатрических исследованиях Мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Напоминает Observer. Примерно то же самое. Точнее в Observer примерно то же самое, что и в Outlast. Ах да, это моя камера. Все завязано с ней. Уж ее-то я запомнил. Да, без нее реально жутко играть. Ну давай, посмотрим, что у нас тут снаружи. Ого, гора. Закат. Кто-то воет. Список задач обновлен в вашем... Очень любезно. В вашем блокноте, содержащем заметки и собранные документы. Так, давай посмотрим. Заметки. Нету. Документы. Информатор. Так, это то письмо, которое я только что читал. Блин. Графика с 13-го года достаточно впечатляющая, я бы сказал. Так, надо разобраться немножко с управлением. Красивая у тебя машинка. Так, это наклоны. Ой, молнии сверкают. Это у нас что, не работает? О, камера. С камеры здесь завязано очень много. Потому что с ее помощью можно... Можно видеть, блин, хоть что-то в этой темноте непроглядной. Как, кстати, включить? А, вот. Это я еще помню. Вот всякие такие темные уголки можно увидеть только с камеры. И только если достаточно близко подойти. Ужа жульд нагоняют. Ладно, что у нас еще есть? Так, это не работает. Опа. Прыжок. А ты прыгучий репортер. Так, это присесть. А это... Блин, походу я поменял батарейки. Черт. Надо запомнить эту клавишу. Это все у нас то же самое. Ну что, теперь пора приступить к прохождению. Я репортер, который решил докопаться до истины. И похоже, что я здесь один. Пока что. Ладно, пойдем, репортер. Посмотрим, что нас ждет впереди. Прикольный пол. Какие-то рисунки. А здесь не должен находиться охранник? Я думал, кто-то должен встречать нас. Интересно, руководство этой клиники знает, что сюда кто-то едет? Но меня должен кто-то встретить или нет? Чтобы быстро открыть дверь, нажмите X. Чтобы открыть дверь медленно, удерживайте X. Ну и, короче, делать что-то. Давайте просто нажмем. Воу. В особо опасных случаях не стоит так делать, я думаю. Так, это что? События записаны, запись добавлена в ваш блокнот. Нажмите, чтобы прочитать ее. Ну, давай посмотрим. Лечебница Маунт Мессив. Видимо, это записки самого репортера. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Маунт Мессив, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году, была вновь открыта в 2009-м. Компания психиатрические исследования Мерков, скрывающаяся под личиной благотворительной организации. Офигеть, это почти 40 лет она была закрыта. Чем они занимались, интересно, все это время? Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда. Похоже на глушилку. А мне казалось ближе, чем на милю. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии. Но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Что ж. Так, камеру пока уберу. Заметка о событии добавляется в ваш блокнот, только если ваша камера записывала это событие. Постараюсь запомнить. Так, это у нас сама психиатрическая лечебница, я так полагаю. Какие-то фургоны. Так. Ты кто? Эй! Кто это был? А, это фонарь крутится тут. Звук жуткий. Эти качающиеся тени. Ну, пока не так уж и страшно. Пока все обыденно. Репортер просто бродит и смотрит. Там определенно кто-то есть. Разгорит свет. Пойти напрямки. Или обойти. Хочу немножко осмотреться. Что это за... Грузовики? Ага, можно бегать. ХБ-882-21. Меркс. Мне кажется, или это военные? Или служба охраны? Даже не знаю. Так, это главный вход. Что-то мне подсказывает, что туда мне зайти не дадут. Эй! Кто-нибудь есть дома? Да? Как я и подумал, никто не открывает. А вторая? Тоже. Что ж, похоже, мне надо искать другой путь. Бежать. Давайте проверим, как он бегает. Хм, достаточно глупо. Ну ладно. Так. Там какая-то дверь. Честно, я уже не помню, как я проходил эту игру. Это было уже почти пять лет назад. Поэтому многое я буду вспоминать по ходу. Эй! Кто-нибудь? Охрана? Не зря же здесь фургоны стоят. Ладно. Пойдем с другой стороны обойдем. Чувствую, зря я так расслабился. Что-то меня ждет. Что-то будет. Ого. Сюда кто-то ломился явно. Пригнитесь или разогнитесь с помощью Б. Эй, здесь меня никто не съест. Что за звуки? Жуткие. Может быть здесь откроют? Эй! Кто-нибудь? Хрен вас два. Ладно. Чувствую, мне надо обойти. Так, включенная камера позволяет приближать и удалять изображение с помощью. Вперед назад. О, водичка. Ой. Ты что-то громко прыгаешь. Страшно же. Бульк, бульк. Так. А там у нас походу что-то есть. Какое-то место. Ох, чувствую, зря я это делаю, да? Репортер. Зря ты туда собираешься залезть. Это же незаконно. Так, лезть он сам лезет. Что-то будет скоро перепрыгнуть А. Не зря же эта музыка так... Что, вы подпрыгнете? Нажмите А. Не зря эта музыка так... Загадочно начала играть. Ты не упадешь тут? Аккуратно. Красава. Ох, зря я это делаю. Зря. Ох, зря. Блин, от первого лица погружение намного лучше, чем... От третьего, я вам скажу. Ох, никто меня там не ждет. Что с потолком? Дай... Ого. Оу. Оу-оу-оу. Тихо. Для активации ночного видения на вашей камере нажмите R. Эта камера поднята. Ох. Да. Об этом я и говорил. Что нужно будет постоянно камеру поднимать. Что же тут произошло-то? Я уже реально не помню, что тут происходило. Фух. Меня уже начинает напрягать это. Блин, батарейка садится. Нажмите или удерживайте, чтобы открыть речь камеру. Там никого нет? Блин, куда пропала музыка? Аккуратно. Никого. Блин, ребята. Резко стало очень жутко. Реально очень жутко. В темноте играть в эту игру очень страшно. Кровь. Охренеть. Блин. Можно просто уйти отсюда? Можно просто убежать? Я хочу уйти отсюда. Нет. Ой, репортер, надо тебе это. Больно. Блин, очень тихо. Дядька какой-то жуткий. Почему у тебя крест? Видит как-то странно. Фух. Чую неладное. Чую скоро что-то будет. Так, это с другой стороны. Ох, твою мать. Все. Я вспомнил, за что я полюбил эту игру. Капец. Фух. Ладно, пошли дальше. Аккуратно. Блин, чувство остерегаться придется. Чтобы протиснуться, двигайтесь в направлении щели. Так, аккуратно. Так, аккуратно. Кровь. Везде кровь. Никто меня здесь не схавает. А здесь никого нет. Все, резко начал говорить тихо. Шепотом. Блин, моя рука. Я сам испугался. О, батарейка. Батарейки нужны, чтобы для инфракрасной подсветки вашей камеры. Что-то там не успел посмотреть. Фух. Я уже заговариваюсь. Батарейки нужны для того, чтобы... Так. Здесь никого нет. Эй. Друг. Фух. Так резко открываешь. Здесь кто-то был явно. Давайте почитаем. Спокойно. В спокойной обстановке все. Так, заметки или документы? Нет, скорее всего документы. Отчет о состоянии пациента проекта Валь Ридер у Эрима Хоупа. Психиатрические исследования Мерков. Проект Валь Ридер. Лечебница Маунт Мессив. Дело номер 174. Пациент УПХ Билли. Дата консультации 14.10.2012. Первичное обращение 12.04.2009. Возраст 19. Пол М. Лечащий врач Карл Хьюстон. Не проверено. Состояние. Пациент утверждает, что состояния самонаправленных осознанных сновидений продолжаются. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенической... Тьфу. Морфогенетического двигателя. Что бы это значило? Разберемся. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось скопить этот язык. Медицинский. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и мерков. Это показывает серьёзные проблемы с безопасностью, хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку, единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер, ответственное лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему наблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрические исследования мерков, проект Вальд Ридер. Речебница Маунт. Мессив. Что же, этому парню уже примерно 23? Должно быть. Блин, с этой стороны это так жутко смотрится, если честно. О, кровавые следы. Блин. Можно я просто посижу и почитаю документы? Ооо. Жуть. Ох, твою мать. Кто здесь? Я не хочу туда. Можно я просто пойду куда-нибудь? Ой. Капец. Блин, быстрей закрывай, все. Нахрен. Жуть. Я не чувствую себя в безопасности вообще. Ни капли. Что это за кровь на потолке? Капец. Кола. Радио. Ох, батарейка мне пригодится на будущее. Что? Что это за гадость? Что это? Кишки или что это? Фу. Так, он был здесь. Здесь топтался и ушел. Кто это был? Интересно. Похоже, ничего не остается, кроме как лезть туда. Ох, ладно, ребята, погнали. Это жутко, но... Попкина, темнота. И свет. Да, да, ничего. Как же страшно, а? Ох, кто ты? Кто ты, мать твою? Он только что... Я только что оттуда. Вот ты урод, а. Твою мать. Паутинка. Ох, меня пробирает. Реально жутко. Очень жутко. Очень жуткая игра. Кто там? Как я давно не играл в страшные игры. Сюда не заберется? Стрелка. Показывает наверх. Блин, опять тишина, ребята. Ребята, это напрягает очень. Что там написано? Пресс. Что? Я не понимаю. О, боже, как же страшно, а? Какая страшная игра. Не хочу я толкать. Аккуратно. Что там на полу, блин? Аааа, блин, твою мать! Фух! Фух! Твою мать! Это было просто... Я не хочу уже играть в эту игру, ребята. Просто не хочу в нее играть. Что это было, блин? Вот это меня пробрало. Вот это... Не зря я... Не зря я делал наушники. В наушниках это очень жутко. Фух, да еще и в темноте. Кто вы, кто? Что за трупы вообще? Капец, тут одни кишки. Кто ты, человек? О, надо успокоиться. Блин, там еще кто-то висит. Надо аккуратно идти. Ты не прыгнешь на меня, тварь. Я не знаю, у меня только одни маты на уме. Что это, головы? Твою мать! Я не хочу играть в эту игру. Кто там? У них глаза светятся. Твою мать, как же это жутко, а? Вот это реальная игра. Вот это реально страшная игра. Кто там говорил про страшные игры? Вот она. Да у них глаза светятся. Твою мать! Они перебили нас, вычислили варианты. Я не могу играть роль тебя. Серьезно, чувак. С ними нельзя бороться, прячьтесь. С кем с ними? Чувак, ты же жив еще. Убирайтесь нахрен из этого проклятого места. Блин, да я бы с радостью, но мне... Ну, какой-то хрен надо сюда. Это что, реальные головы? Твою мать, реально головы. Просто головы повсюду стоят. Капец, сколько тут людей полегло. Чувак, ты... Блин, ты живой, чувак. Держись, я приведу подмогу. Господи, да тут... Просто торс. Чей-то. Батарейка садится. Я не хочу выходить отсюда. Подождите, я хочу почитать, что там пишут. О-о-о, без этой херни еще страшнее. Фух, вот это жуть, жуть, просто жуть. Я внутри. Заметка. Я внутри, повсюду трупы, кровь, ожоги. С потолка свисает мертвый ученый, голову в ряд. Словно бутылки в баре. Судя по бейджам, все из-за следовательского отдела мэрков. Подставная шарашка мэрков, помогающего им забрабатывать якобы на благотворительных проектах. Фух, я уже нервничать начал. Пусть третий мир поддыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собрались выкачивать деньги из этой дыры? Полный психов. А этот оперативник? Они же его как свинью навертел насадили. Велел меня убираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Ох, ребята, я чувствую, это будет жуткое прохождение. Не забудьте поддержать меня лайком, чтобы я не обосрался по дороге. Ха-ха, там еще кто ходит. Здоровьяк какой-то. Ого-го-го-го. Твою мать. Скоро закончится эта серия, я не знаю. Чтобы заменить батарейки, нажмите Y. Бляха, муха, тут темно, как в жопе у слона. Я уже начинаю ругаться. Ставим батарейки. Отлично. Туалет. Я не хочу к нему идти, честно. Я не хочу к тому чуваку идти. Эй. Блин, еще одну батарейку заменил на какой-то хрен. Что это? Рука в туалете. Твою мать. Да что это за место, а? Что тут за психи обитают? Мне что, за ним идти, что ли? Вы серьезно? Парень, скажи мне, что это все глупости. И мне никуда не надо. Какой-то он кривой, смотрите. А этот прям злой. Я не пойду за ним. Серьезно, я не хочу за ним идти. Мне же не надо за ним идти, правильно? Кровь. Блин, по законам жанра, вот чует моя жопа, интуиция мне подсказывает, что туда идти не стоит. Ах ты, блин, твою мать! Твою мать! Уйди от меня! Ах, ты ж... Блин! Охренеть! Я ж так обосрусь, так и не впройдя игру. Ооо, соседи... Ты кто? Ай, ты еще кто? Это он мне говорит. Соседи, наверное, охренели от моих криков. Ты живой, чувак? Я понимаю. Всевышний послание апостолов. Кто направит тебя, длань божья, сын мой? У тебя есть призвание. Это он мне, да? Да, это он мне. Ну? Я же живой еще, правильно? Все хорошо, чувак? Твою мать, упасть со второго этажа. Да кто это был-то? Что это? Охренеть, трупов. Новая цель. Выберитесь из лечебницы. Откройте главную дверь через диспетчерскую. Блин, я не успел прочитать. Кто это был? Что это за чувак здоровый? И кто это камер... Твою мать, вот это мерзость, а! Кто это все сделал? Откройте, выпустите меня! Я уже нахрен не хочу ничего делать здесь. Блин, да они вообще без бошек все. Посмотрите, реально. Кровища, кровища повсюду. Это что, я упал оттуда? Охренеть, он аж... Аж бордюр сломал. Капец. Дайте я прочитаю, что там написано. А, ничего. А заметка была только что. Камеру-то он не отдал. Так, а как выключить? Что пикает? Это ответчик? Что там написано? Prodslame the... Господи, что это значит? Я не знаю, что это такое, ребята. Вы знаете? Напишите, пожалуйста. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Блин. Так. А почему этот с головой? Чувствую, мне надо... Будет все здесь осмотреть. Капец, здесь везде кишки и кровь. Жесть. Морков Корпорейшн. Книжка. Чувак, с тобой всё в порядке? Эй, чувак, очнись. Мне нужна поддержка. Нельзя взять? Нет. А вот документик, походу, можно. Давайте почитаем, хоть успокоится. Так, ордер на арест имущества. Корпорация Мерков, подразделение в США. Ордер на арест имущества, дело номер такое-то. Относительно ареста имущества. Психиатрический центр Маунти-Мессив. Психиатрические исследования Мерков. Рын пустыни Маунти-Мессив. Государственное шоссе 112. Письменные показания под присягой. Данные перед Советом директоров, заслуживающим доверие агентством безопасности Мерков, IBM. Катастрофическое нарушение в работе системы безопасности. Заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны IBM и основанием для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить IBM полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований корпорации Мерков и её дочерним компаниям касательно действий IBM и обстоятельств, в которых они были необходимы, невзирая на последствия. Я так полагаю, IBM это те самые ребята, которые приехали сюда, бойцы. Зачем? Только я не понимаю. Ох, жесть. Фух, ладно, ребята, думаю, на этом сегодня всё. Действительно, жуткое начало очень. Я уже и отвык от таких ужасных страшилок. А эта игра реально подпортит мне нервов. Я чувствую. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать, что будет дальше. И поддержите этого репортера лайками, чтобы он чувствовал, что он не один. Всем пока, друзья, и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok